Здравствуйте Игнатий Тихонович, меня слышно хорошо? Я с Киева звоню, уже общаюсь с вами третий раз. У нас все записывается, выставляется в интернет, вы знаете об этом? Согласны? Да. Согласна? Согласна. Все, давайте, я вас слушаю. Ну, у меня первый вопрос, вот степень греховности. Вот есть там смертные грехи, а чем они отличаются от других? Что-то слова прерываются, трудно понять. То ли микрофон далеко у вас. Вот есть смертные грехи. Да. А есть другие, чем они отличаются друг от друга? Ну, это люди так придумали. Смертным называется любой грех. Самый незначительный, в котором нет раскаяния. Вот по-нашему, какой грех? Вот говорят, убийство. Ну, ясно дело, это уже лишить жизни. Хуже убийство, самоубийство. Понимаете, как вот, если по-человечески рассуждать, то, ну, там, измена какая-то, измена родине. И государство за это карается у робота. А у Бога-то другая шкала. Человек протянул руку, запретный плод взял, съел. Ну, что особенного-то, что там? Плодов меньше осталось. И умерло, ни один, ни два, сто миллиардов умерло. Это даже несоизмеримо ни с чем. Сто миллиардов людей умерло. С водами все умирают. Смерть. Вот и все. Поэтому мы должны согласиться с тем, что говорит нам Священное Писание. Всякая неправда есть грех. А грех не войдет. Есть грех не к смерти. Вот показывает, какой грех смерти, к которым нет раскаяния. Это к смерти. То есть мы не преобразились в образ Христов. Вот говорят, я верю, как вот нас родители научили, бабушки ходили, водили за руку у нас. Такой веры нету, которая спасает. Спасает вера по Евангелию. Если по Евангелию Христос нас будет судить, Евангелие от Иоанна 12, 48, то, естественно, мы по нему и должны жить. Купи, говорит, у меня. Возьми одежду, читаем мы в Откровении 2 главе. Вот так. Спасибо. А еще второй вопрос есть. Вот о десятине. Я хожу в колледж, но учусь. Но сам не работаю. То я, получается, десятину не плачу, потому что я же не от заработка. Мне родители дают карманные деньги. Но так я не работаю. С вас нет ничего. Написано, прибытка. У вас какой прибыток-то? Никакого. Никакого нету. Если вы там работаете, подрабатываете где-то, это заработок. Если не хватает, значит, десятину отдай и скажи, а у меня не хватает священнику, чтобы он тебе вместо 100 рублей мог 200 дать. У нас это был такой вопрос. Чтобы быть свободным перед Богом. А дальше взаимопомощь, помогли ему и все. Но перед Богом, чтобы не быть повинным. Десятина открывает нам великие сокровища. Бог говорит, испытайте меня хотя бы в этом. Вот мне говорят, что не начну делать, а почему у вас так все благословенно? Вот задуманное, невероятное. Даже невозможно предположить. Никто в мире этого не делал. И вдруг мы это сделали. Вот проехать вместе от Тихого до Атлантического океана и дальше все это сделать. Потому что плачу десятину. И Бог меня везде благословляет. Куда бы ни было. Мы только сейчас зашли. На улицу уже темнота, и мы работали. И не видно, и трудно, и много. Тащить надо там, перетаскивать. Мы не знали даже, сделаем это. Уже все сделали. Пришли дома. Как на крыльях пролетели. Понятно. У меня еще вопрос о крещении. Я узнал, что я моченый. Что полного погружения не было. И это было в Киевском патриархате. Ничего не было. Надо готовиться к окрещению. А вот если человек, будучи действительно верующим и хрестился полным погружением в Киевском патриархате, оно действительно или у них таинства недействительны? Нет, я этого не говорил никогда, ни одному человеку. Киевская, ну, Печерская лавра. Ну, так вот и съезди, договорись заранее, спешись. Потому что вот тут мы как-то беседовали, и у них там он стал спрашивать человека, и ничего не нашел. Никак. Если моченый, они как огня боятся. Как будто печать Антихриста на нем стоит. Уже креститься нельзя. Поехал на Афон, там сразу крестили. Он говорит, а какое это крещение, что погружения не было? Монахи, так это Афон, это не просто Киев. Это родина всего монашества. Войны Лука и Ценевский, он ни во что ставил это. Мы ничего не придумываем. Священники, которые лбы мочат, они должны быть извергнуты. 50-е апостольское правило. Ну, все латинское применимают, особенно на Украине. Украина это как дверь всем ересям, всякой нечистой птицы. А Дмитрий Смирнов говорил, что признается мочение. Ну, Дмитрий, по Дмитрию, значит, спасайся тогда. На суде Божьем он за тебя отвечать не будет. А то батюшки знают, оба упадут в яму. Дмитрий сказал, ну, какой это авторитет Дмитрий сказал. Да этих Дмитриев-то пруд-пруди. Это апостольское правило. И слово крещение означает погружение. Другого перевода нету. Нигде. В немецком Тауфен стоит. Тауфен. В английском там баптизен. Вот крещение, это погружение. И Филипп, и Евнух сошли в воду. Да зачем бы сходить-то, он ладошка-то или черепушка-то там какой-то полил бы его и все. А если мне не разрешат, ну, я скажу, что я был моченый, а скажут, что нельзя. Надо сказать, надо сказать. Он не будет, значит, не будет, что ты его не заставишь. Найти те, того, кто будет. Я знаю, где крестят. Если были бы рядом здесь. Вот у нас будет в июле после 7-го числа, там какого, 10-го нынче. Следующий год, 18-й. Вот, а в Москве я знаю, где. Это храм Берсеневки, около храма Христа Спасителя. Там отец Кирилл Сахаров. У нас тоже священники убились, долго сопротивлялись. А сейчас приходят моченые, они крестят. Это хорошо. Но это дело Божье. Мы уже узнали, который священник имеет страх Божий. Тут надо просить Бога, и Бог отверзнет. Вот говорят, я там обошел весь город и не нашел. Ну, город это еще не вселенная. Шире искать надо, где-то написать, с кем-то побеседовать, узнать. И у меня еще вопрос о рождественском посте. Я вот сегодня, я тоже решил участвовать. И вот в понедельник, среда и пятница, это суходеяние, правильно? Неправильно. Вы на наш сайт заходите? Во свете Библии? Да. Сайт библейский, православный сайт. Да, да. И там вверху книга открыта. К истинному православию. В нее ткни только, и откроется оглавление. Там, кажется, 120-я страница о посте. Вот там все сказано. Все. Какие дни, когда, что. Ну, вот откройте, посмотрите. Если не знаете, я могу вам скинуть. Угу. Хорошо. И я хотел спросить, вот о рождении свыше. Как это понять? Это определенное число какое-то, или это процесс? Как число и процесс? Непонятно. Ну, вот я, например, рождение свыше. Это означает крещение? Ну, ты родился свой день рождения-то, знаешь? Да. Ну, вот так и это. А то, говорит, я не знаю, я как-то постепенно где-то. Такого нету. Надо бы народиться свыше. Никодим всю жизнь был верующий, по-нашему сказать, священник, учитель народа Израиля. А Христос ему как раз и говорит. Это перерождение Дух Божий делает. Когда человек отрекается от всего, что было, кается перед Богом и спасителем себе принимает, уверовал во Христа. И верующий имеет жизнь вечную. Вы зарядите о рождении свыше и запишите рядом. Геннадий Фаст. Геннадий Фаст. Фёкла, Анна, Степан, Тимофей. И вот там всё сказано. У нас очень много сказано на сайте, в книгах. Я отвечал. Меня упрекают, что я одно и то же повторяю, люди мои. Вы все задаёте, я отсылаю вас. Смотрите там, а посте у нас есть. У нас трудно сказать, чего нету. Потому что на сайте я отвечаю на 4 тысячи, 124 вопроса. Тысячи! Да не отвечаю, как вот сейчас там отец Дмитрий там сидит, он сам что-то городит и его спросионы не знают, куда плетень вышел. Вот. Я отвечаю, что по Библии, что святые отцы говорят, что жития говорят и что каноны. По четырём пунктам всегда иду. А у них ничего этого нету. Он сказал, и всё. Да хоть, говорит, деньги взять. Раз неверующий-то. Ролик такой есть и написано «Самый наглый поп» про дьца Дмитрия. Я его видел. Видели? Ну вот и всё. Им и кличка есть «Самый наглый поп». Не я же им клички эти даю. Когда говорят, вот смотрю, и перед ними, ну, долго ли они там говорят-то, и стакан, кружка там стоят, хлюпают, пьют. Мне противно это всё. Да какой же ты верующий-то? Тебе неделю пить не давай, ты даже бы, говорит, не дрогнул. А это сидит там полчаса и уже он не может. И хлюпает, и не стыдно, ничего. Да какое же это христианство-то? Фальшивое. Обман. А вот у католиков, я ещё думаю, Рождество 25-го числа, а у нас 7-го. А почему вот так случилось? Оно вот где исчезло? Почему? А вы знаете, у нас Юлиановский календарь. Юлиановский называется. Но по нему, когда стали сравнивать, вот допустим, 1-го мая уже можно было капусту садить. А теперь уже нельзя. Почему? Календарь оказался неточный. И когда подсчитали точно с астрономическими данными движения планет, тут всё это учитывается, оказалось, что ошибка идёт в 13 дней. И папа Григорий, католик, и он сказал, вот сегодня у нас первое число, а завтра будет 14-е. Прибавить 13 надо. 13-14 сегодня, значит, и дальше пошло. А они правильно делают, а мы неправильно. Но для богослужения это никакой роли не играет. А тут начинают говорить, как будто звезда за звезду цепляется где-то. Всё это, когда главного нет, у человека на всяких мелочах разменная монета. Главное, Юлий, Сезарь, совершенно язычник. Такой календарь сделал, и он соблюдает. А это верующий папа, это нет. Даже это и то показывает нашу дурь. А вот мы, да и православная, Сербия, везде уже все идут по новому календарю. А тут, кажется, три всего такая грузинская, там иерусалимская и всё монахи, которые держатся старого стиля. То есть, получается, правильное 25-го числа. Так получается. Я не католик, я просто мне правда дороже всего. Вот начинает причащаться, хлеб квасный должен быть или пресный. Тут толковать не надо, написано, не опресноков. Вот папа, он на опресноках, да он прав. Не надо тут. Христос виноват разве? Он взял опресноки. Семь дней пасха, семь дней опресноков. И кто квасное будет есть, будет предан смерти. У них всё смертное заканчивалось. Я не буду ничего толковать, я просто говорю, как Христос в Евангелии было. Но у нас квасный, я на это не смотрю, но я должен знать. Знать и не бояться сказать. А вот ещё у меня вопрос по поводу причастия. Вот если я буду соблюдать пост, и будучи неправильно хрещеный, я имею право причаститься? Если вы думаете принимать крещение, то уже не причащаетесь. А если ни во что это не верите, да вам какая разница-то? И если пьёт себя осуждение написано, за это отвечать будешь. Ты уже узнал, узнал. И поэтому стремись уже к тому борту, где, говорится, рыба плывёт. Туда сеть забрасывай. То есть надо креститься? А другого пути нет. Если бы ты не знал, это 6-й Северенский собор, 84-е правило. А когда знаешь, что ты правил, никаких не надо. Человек бывает в детдоме воспитывался, я не знаю, крещён или нет. Может быть, был крещён правильно, полное погружение. Ну, канон говорит, прими крещение. Потому что если нет свидетелей, точно. У церкви-то это же опыт. А человек, который не знает ни канонов, ничего, он живёт для утроба. Ему платят, он пьёт, ест вот такое вот, разбухается и сидит. Посмотри, они какие. Страха Божия. Написано, без страха уточняют себя. Уточняют. То есть без страха жиреют. Ну, это не я, говорит, а апостол Иуда, говорит. Без страха. Я просто, когда был в Печерской лавре, то там так страшно. Столько торговли, обменные пункты. Ну, всё как будто, когда Иисус переворачивал, всё как будто там такое же. Вот просто храм, и перед храмом обменный пункт. Куча трапезных. Торговля иконами, там очень много магазинов. Ну, просто я не знаю. Не можете служить Богу и мамону. Это когда считают где-то, не можете. Они с кем спорят-то? Не можете. Господь всех торжников выгнал. Что непонятно-то? И храма никакого нет. Есть вертеп, то есть место, где скрываются разбойники. Вертеп разбойников. Деньги делят, добычу. Деньги-то убери, ходить они не будут. Ему лопать-то нечего будет. Но через них же благодать действует? Благодать действует, несмотря на наше недостоинство. Но это так нельзя, ты должен сказать, зачем это делаете. Вот у нас нету. Мы 20-летие будем сейчас, 17 декабря, отмечать, что дом получил я. Судился, когда меня конфисковали сколько. Ну и у нас не было и нету. За 20 лет ни одной копейки. И с тарелкой не ходят у нас. И ящик висит, кто хочет положить. Десятину платят, все. И дрова покупают, и крышу тут перекрыли. Что спрашивать? Неверующие они понимают. Я вот у меня брат, он живет намного богаче меня. У него овечек много. Брат, священник-то. У меня ничего нет. Вот три кошки есть, я голубям их ношу. Ну и что сравнивать одет? У меня и пенсия самая маленькая. Он сейчас вот приезжает. Первого, там, второго января будет здесь. Я знаю, сколько у меня пенсии. Я сразу десятину отдаю за год вперед. Ему отдаю. Он и не нуждается. Он ни слова не говоря, он возьмет. Почему это? Он обязан взять. Обязан. Я заранее плачу, потому что я не знаю, завтра будут деньги, нет. А я целый год спокоен. Вот так. Просто страх Божий надо иметь. Бога взять себе в соработники. Он дал Солнце, Луна, Земля, жизнь дал. Весь наш организм Богу принадлежит. Богу. Ну и надо делиться с Ним. Иначе бы я не мог двигаться. Понятно. Я когда узнал о вас, ну, года два назад, то уже начал читать Новый Завет по оттолкованию Феофилакта. Да. Этого всего не знал. У нас в Украине много книги выписывали, покупали. Мы были в Киеве, там в Национальной библиотеке, в Парламентской. В Киеве у меня все 38 томов. В Харькове, Одессе, Николаевске, где мы ездили. Я везде дарил книги свои. По районным центрам. Ну, спасибо, Игнатий Тихонович, здоровья вам и трудов. Слава Иисусу. Не спасибо, а спаси Христос, говори. Спаси Христос. Вот, а спасибо это мирское, это безбожники. Все, я рад. С Богом. С Богом. Отмечайтесь. Отмечайтесь.